Короткие ролики на тему всяких логических ошибок, когнитивных и прочих багов нашего мышления. Ну, когнитивные ошибки, те самые когнитивные баги, они определяются с точки зрения лишь одного мировоззрения, научного исключительно. И все, что не соответствует научному мировоззрению, методологии науки, все обзывается непосредственно, ну, в общем-то, такими вот вещами. Типа когнитивные искажения. Если, в общем-то, тем или иным путем ваш курс, курс вашего мышления отклоняется от научного, ну, вот вероятность того, что вот это отклонение попадет в список непосредственно когнитивных искажений, крайне велик. Ну, то есть, представьте себе, если бы буддисты составили список когнитивных искажений, в котором бы, в общем, состояли такие вещи, которые отклоняются от методологии буддизма. Абсолютно то же самое, на самом деле. Дайте заранее угадаю. Короче, они скажут, что саентизм это желание, блядь, уничтожить все, кроме науки. Я ненавижу все, кроме науки. Это вот такая вот позиция обязательно, когда ты просто, блин, я ненавижу все, кроме науки. Все надо истребить. Культуру, музыку, блядь, изобразительное искусство, поэзию. Вообще все уничтожить надо. Убить всех, блядь. Вот это саентизм, по их мнению, более, да? А антисаентизм, ну, все, что вот не за саентизм. И поэтому они скажут, ну, нет, надо принять, знаете, такую вот умеренную позицию в данном вопросе. Ведь мы не можем уничтожить все, кроме, как бы, науки. Да, ну, не можем же. И все такие, да, конечно, не можем. Мы же общество скептиков. Мы же, ну, да, мы общество скептиков, безусловно. Безусловно же, а что нет? Почему, почему бы, да? Почему бы не принять такую компромиссную позицию? Ведь с одной стороны фашисты, и с другой стороны фашисты. Саентизм, и почему мы решили вдруг про это поговорить, на мой взгляд, тема зрела достаточно давно, во всяком случае, в моей голове. Из-за того, что научно-полярное движение все растет в России, наука становится все более модной, начинают приходить в такое проспетельское движение огромное количество людей. А там, где много людей, там всегда будут и определенные крайние позиции. И их будет достаточно громко слышно, просто потому, что любую крайнюю позицию всегда громко слышно. Саентизм – это этическая позиция, которая... Не обязательно этическая, методологическая, вполне возможно. Ну, то есть, когда вы из двух методов выбираете всегда научный. Когда из любого набора двух методов вы, короче, тяготеете к науке, например, да. Это может быть методологический выбор, конечно же. Это наделяет науку наивысшей культурной ценностью в обществе? Ну, не обязательно наивысшей. Хотя, что такое наивысшей? Хотя, что такое наивысшей, значит? Больше, чем у всего остального, да? Ну, вопрос сразу задается ребятам. А вы считаете, что наука полезнее философии? Друзья, как вы думаете, если мы зададим вопрос людям, а вы считаете, что наука полезнее философии? Ответ будет, скорее всего, искренний ответ большинства людей будет таков – да. Следующий вопрос. А вы считаете науку полезнее, ценнее и, там, в общем-то, лучше, там, литературы? Почти все, кроме литераторов, ответят – да. Вот и все. Ну, то есть, саентисты. Музыкопоклонник спрашивает. Давайте хороший вопрос посчитаем. На самом деле, можно докинуть ряд направлений в антисиентистов, астрологов, антипрививочников, шаманов и просто анархопримитивистов из стран третьего мира. Будет ли их 5%? Давайте посмотрим. Большая часть астрологов – они не антисиентисты. Прошу прощения, музопоклонник. Большинство астрологов – не антисиентисты. Они позитивно относятся к научному познанию. Некоторые астрологи, более того, даже стремятся сказать, что астрология – это наука. Наука, понимаете? Они хотят сказать, что астрология – это наука. И думают, что они создают такую своеобразную науку. Науку своеобразную создают, которая наряду с физикой, астрономией и прочими изучает мир, но просто немножко своими методами. Соответственно, антипрививочники – это люди, которые выступают исключительно против одной практики прививки. Что здесь антинаучного? Достаточно ли иметь одно убеждение против прививок, для того, чтобы тебя назвали непосредственно антисиентистом? То есть, достаточно ли это для того, чтобы ты систематически мог отрицать науку? Вряд ли. Шаманы некоторые, возможно, да. Относительно анархопримитивистов, опять же. Ну так, музопоклонник Лизард Сиентис, по моим критериям. Лизард критикует исключительно научпоперов. Понимаете, в чем дело? Лизард критикует исключительно научпоперов, научпопы, которые критикуют, в общем-то, астрологию. Понимаете? Понимаете, в чем дело, музопоклонник? Лизард как раз отличнейший пример таких, в общем-то, непосредственно деятелей астрологии, которые, в общем-то, являются сиентистами, скорее, чем не сиентистами. Он даже в своих видео апеллирует к науке, говорит, смотрите, что наука доказала, доказала, наука доказала, но ведь мы можем дальше, в общем-то, эти рассуждения как бы продолжить, и у нас получится вот моя концепция, да, какая-нибудь вот такая вот. И так далее, так далее, так далее. Ну, то есть, да, Лизард очень часто опирается на научные данные. Лизард очень часто непосредственно взаимодействует с наукой. И Лизард, в принципе, ему очень важно не, как бы, победить, не раскритиковать науку как таковую. Ему важно просто астрологию защитить, понимаете? Он живет в научном мире, принимает ее правила, и все нормально. Шадов, я обвиняю тебя в рационализме. Мне плевать. Мне похуй. Так вот, дальше. Анаркопримитивисты. Ну, некоторые анаркопримитивисты, понимаете, в чем дело, музопоклонник? Анаркопримитивизм как таковой может строиться на базе того, что мы принимаем теорию эволюции, например, да? Мы принимаем теорию эволюции, все мы применяем, как в науке работает. Но при этом мы думаем, что мы, как и наши предки, должны вернуться вот назад, в примитивное состояние. Современное состояние делает нам плохо. Нам нехорошо в современном мире, в современном городе, нам нехорошо работать. Нам нехорошо заниматься вот теми делами, которыми мы занимаемся. Все это плохо на нас сказывается, психологически и не психологически. В общем, и психологически, и физически плохо на нас сказывается. Все вот это вот. Там мы жиреем, там еще статистика научная может быть приведена сверху, да, для анархопримитивиста. Он берет вам и берет научную статью. Какой он антисиентист тогда, музопоклонник? Соответственно, ну, наверное, большинство анархопримитивистов, они за науку тоже. Сандра пишет. То есть ты считаешь сиентистом любого того, кто считает науку одним из способов познания, достоверного познания, я бы добавил здесь. Любой человек, который считает науку средством достоверного, объективного познания, тот сиентист, да. Генетический древний спрашивает, настоящий антисиентист всегда скептик, нет? Луни, что ты можешь сказать по этому поводу? Вот что ты понимаешь конкретно по сиентизму? И является ли для тебя антисиентизм полной противоположностью сиентизму? Ну, на самом деле, если брать, наверное, в классическом понимании, то, наверное, да, антисиентизм является противоположником сиентизма. Но сейчас... Да, давайте 1,5. Конечно, можно. Мне конкретно кажется, что люди в обществе скептиков, наверное, ответили больше с позиции сиентизма они выбрали, потому что они не совсем, как сказать, может, углублялись в эту тему. То есть просто люди, которые как бы в большей степени топят за науку, да? Они сиентисты, все. Люди, которые в большей степени топят за науку, они сиентисты, чувак. Вообще, как бы, да? Если между религией и наукой ты выбираешь, ну, науку, ты, блядь, 100% сиентист. Здесь даже спора никакого нет вообще, понимаешь, в чем дело? Тут даже вообще вопросов нет. Если между религией и наукой, и философией и наукой ты выбираешь науку, ты точно сиентист. 100% вообще никакого вообще спора здесь нет. Просто вообще ноль споров, понимаете? Они, может, и плохого ничего не видят в сиентизме. Да и в целом, мне кажется, как моральная позиция, ну, по сути, здесь ничего нету, если не перегибать. Вот. И, возможно, просто люди не особо углублялись в эту тему. Да и, мне кажется, по большей части те люди, которые ответили, что они, может, и не являются на самом деле сиентистами, такими вот людьми. Не, ну, если так, посудить, какой четкий критерий, если между наукой и любым философским течением вы выбираете науку, и если между религией и наукой вы выбираете науку, вы сиентист. Нет. Все. Все просто. Все очень просто тогда, на самом деле. Просто. Любой мыслящий человек антисиентист. Ну, не любой, правда, антисиентист мыслящий человек, но любой мыслящий человек априори является антисиентистом. Он не поддерживает науку. Но ему недостаточно научных методов. Радикально недостаточно. Между наукой и философией он выберет философию. Потому что философия очень широкий термин, но он, скорее всего, будет классифицирован как философ, скорее всего, да? Ну, или он создаст свою новую религию, например, тоже. Ну, недостаточную человеку науки, понимаете? Любой мыслящий человек по определению... Александр, какие критерии мыслящего человека создания нового учения? Ну, то есть, квинтэссенция, квинтэссенция мыслящего человека, это создание нового небывалого учения философского. Вот. Все. Можем идти от меньшего, да? Может быть, не просто создание с нуля нового учения, но, например, создание новой комбинации учений. Да, у человека просто комбинирует разные взгляды, у него получается какая-то небывалая комбинация, которой никогда не было, и из этого получается тоже оригинальное философское течение. В более низ... на более низком уровне, на более низком уровне, ну, вот, оказывается, что, ну, какой-нибудь даже, не знаю, исследователь такой частный, но очень мощный частный исследователь в рамках какого-то учения может привнести большую долю новаторства в это учение. И он тоже, ну, отчасти мыслящий человек. А зачем новое учение? Это не тот вопрос, Сандро. Здесь просто от определения зависит. Мыслящий человек как раз это тот, кто сможет создавать новое, продуктивное, да? Главный критерий мышления это, по сути, продуктивность, новаторство. Это не просто, блядь, сочленение там вот этих вот всяких, да, логических структур, ну, потому что это может делать там и компьютер на самом деле, и это чисто, ну, формальная алгоритмическая работа, совершенно неинтересная. А вот мышление в чистом виде это создание новых концептов. Я хотел бы начнить, что с пациентизмом мы понимаем в основном людей, которые придерживаются естественно-научной... А, скажем так, мы уже сказали, что пациентист ставит в голову угла науку, наука, 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 но не всю. Как правило, речь идет только при естественной науке. Ну да, собственно, они науке и есть, сайенс. Сайенс. Ничего себе! О, господи! О, господи! Сайентист ставит во главу угла сайенс. Не арт, как это, ну, на английском языке, не арт, вот эта вот штука, да, когда гуманитарной науке называется артс, искусство, собственно. Артс. А естественной науке называется сайенс. И человек зовет себя сайентист. То есть сайенс тоже, от слова сайенс, правильно? Кто бы мог подумать, что этот человек будет отдавать предпочтение сайенс, а не артс, например, да? Хмм, вот это да. Здоровому человеку не нужно искусство. Нет, сайентист может вполне нормально относиться к искусству, но при этом отдавать предпочтение все равно науке. Не нужна философия. Ну да, он обычно считает, что философия не нужна, потому что есть наука. Наука заменила философию. Ну, большинство людей, в принципе, так и скажут. Философия не нужна. По какой причине они так скажут? Ну, потому что наука есть. Зачем нам философия-то? Философия не нужна. Гуманитарщина — это все предсобачий, потому что непонятно, что как следуется. Вот есть формулы, вот есть у нас четвертооснованные факты. Только так и только так. Ну, не обязательно. Он говорит, что гуманитарщина не нужна. Но этот человек обязательно признает примат естественных наук над гуманитарными. Как говорил Резерфорд, вроде бы, есть две категории наук. Одна физика, а все остальное — это собирание марок. То есть такое обесценивание всех остальных аспектов жизни, что ли, помимо того, что не укладывается в естественные научные рамки. Если совсем коротко пробежаться по основным аргументам крайних позиций, то сиентисты объявляют науку высшей культурной ценностью. А антисиентизмы, напротив, утверждают, что наука не спасительница человечества, а лишь инструмент, лишь способ познания. Сиентисты, да, утверждают, что наука делает жизнь проще, создает технологии, новые лекарства и прочее. Тоже антисиентисты в ответ на это отвечают, что... Да, чувак читает Википедию сейчас, короче. Я держу в курсе, чувак читает Википедию вот в данный момент, вот прямо в эту секунду. Жизнь становится проще, она просто меняется. В том числе появляются новые проблемы. Например, проблемы экологии, если бы не было прогресса, они бы не возникли. Опасности каких-то современных войн и так далее. Сиентисты здесь начинают говорить про создание новой технической реальности. Про то, что нашу жизнь изменяет роботы, про то, что нашу жизнь изменяет новая энергетика. И у антисиентистов на это есть возражение о качестве человека. У людей сейчас... Егор Казаков пишет вопрос, высшей культурной ценностью или единственной? Чуваки этот момент не учли? Да, не учли, конечно. Проблема заключается в том, что они считают науку высшей ценностью, скорее всего. Ну, понятное дело, что сиентист считает науку высшей культурной ценностью. Высшей, значит, выше других. Ну, например, наука. Если наука чуть-чуть выше изобразительного искусства, наука чуть-чуть выше написания романов, наука выше намного философии, и религии намного выше, ну, тогда вы сиентист. Если в вашей иерархии мировоззрение наука занимает, очень позитивно оценивается, важнее религии, важнее всего-всего-всего-всего вокруг, то вы сиентист, да, скорее всего. Если вы верите ученым больше, чем всем остальным, ну, вы сиентист, соответственно, тоже. А когда речь идет про единственную культурную, то, что наука – это единственная культурная ценность, это радикальный сиентизм, самая радикальная форма сиентизма, ну, то есть, тупо очень фанатичная позиция. Это придумать себе какой сиентизм какой-то, и начать его, в общем-то, бомбить. Это, знаете, как, вместо того, чтобы критиковать науку и ученых, люди начинают критиковать научпоперов. Вот, по такому же принципу люди пытаются отделить сиентизм от своей позиции. Типа, вот, не-не-не-не, мы не сиентисты, не-не-не, мы не то, чтобы сильно за науку, как бы, да, несмотря на то, что мы верим во всю хуйню, которую говорит наука, без исключения. Там вот эти вот волны ебучие, никогда их не видел, чувак? Вот, блядь, он никогда их не видел в жизни, понимаете? Чувак никогда, блядь, в жизни не видел длину волны, волны эти. Он их воспринимать не может. У него нет чувства для того, чтобы их воспринимать, понимаете? Он просто верит этим высказываниям. Он это в школе, как бы, выучил, почитал на каких-то там журнальчиках, книжечках. Он в эту хуйню верит уже, понимаете? Она у него, как бы, вот, на подкорке уже записана. Он ее, блядь, повторять будет. Это чисто научная хуета, которую, ну, вот-вот никак я проверить лично не могу. И он говорит, ну, вот это устроено так. Вот это устроено вот так. Это написано, это так в науке написано. Это сиентизм. Это реально сиентический параметр. В смысле? Ну, в смысле, чувак? Ты просто взял, перечислил, как наука считает. И этого не признается, что самое главное. Как правило, как правило. Потому что сиентизм это не, во-первых, это не самоназвание. Ну, во-первых, да, сиентизм это не самоназвание. Мы сами определяем, кто такие сиентисты. Вот, а большая самая проблема заключается именно как раз в том, что вы, ребята, все сиентисты, все втроем А нет, то есть люди себя достаточно редко называют сиентистами Ну да, потому что, по сути, вот такая позиция, как у вас, сиентическая, она наиболее распространенная Нет смысла как-то ее называть, это просто нормисы Проще говоря, это нормальная человеческая позиция Ну то есть наиболее популярная, наиболее мейнстримная позиция в наше время Но я считаю, что наука, хотя и крайне важна, и строит свою жизнь исходя из этого мнения Да, наука, блядь, крайне важна, важнее всего остального, но, блядь, не единственное, что важно, окей, заебись, круто, замечательно И я типа не сиентист Но не вижу однозначных аргументов для того, чтобы науку при этом абсолютизировать Более того Так, блядь, почти никто не абсолютизирует науку Сэм Харрис сидит там и смотрит порно-журналы, наверное, дома А порно-журналы сделаны не по научному методу Сэм Харрис, наверное, блядь, сидит дома и читает книжки, которые написаны тоже не по научному методу Сэм Харрис, наверное, сидит и, не знаю, блядь, свечами пользуется А свечки изобрели не ученые тоже неожиданно, понимаете? Сэм Харрис, наверное, сидит в каком-нибудь, не знаю, кабаке А кабаки тоже изобрели не ученые неожиданно И Сэм Харрис понимает, что не все это сделано учеными, собственно, понимаете, в чем дело-то? Кто? Абсолютный сайентист вообще пальцем, блядь, в него покажите Хоть одного, блядь, найдите мне абсолютного сайентиста Хоть одного, блядь, хоть одного, хоть одного человека Отыщите, никакого, блядь, зачуханного дебила-дегенерата, который сидит дома Нормального, нормального, известного всеми мыслителя, ученого, который реально сайентист Вот реально сайентист, вот-вот-вот, абсолютный сайентист Вот такой вот, как вы говорите Ну вот кто? Хоть одного, блядь, человека Дима Ларин, да Дима Ларин нихуя уже не такой, во-первых Потому что детская позиция была, очевидно, Литл Ковбой, понимаете, в чем дело? Вот эта позиция, которая была обозначена, она реально просто детская у Ларина Я не хочу читать книги, но я буду читать научные статьи При этом он научные статьи не читал, кстати, но это уже другое дело, понимаете, в чем дело? Ну и да, Дима Ларин пишет рэп, как бы Дима Ларин всю свою жизнь занимался стендапами какими-то, хуяпами Прожарку гениальную сделал Ну, то есть, у Дмитрия Ларина очень много ценностей, кроме научных Нет, он не настолько уж и абсолютный Сайентист вообще нет, даже близко не абсолютный сайентист, понимаете, в чем дело? Маргинал тоже не абсолютный сайентист, он стримингом занимается Наркотики, да, тоже не научные Ну, то есть, понимаете, в чем, конечно, дело большое? То есть, вот то определение сайентистов, которое они дают Ну, то есть, только наука Да, вот эта позиция сильного сайентизма, как они сказали Позиция сильного сайентизма Что это вообще? Кто ее придерживается? Можно, пожалуйста, одного человека? Ну, может, в чате кто-то знает хоть одного человека, который считает, что должна существовать только наука Не должно существовать философии Не должно существовать религии Не должно существовать ни одного искусства Никакой другой деятельности, кроме научной Хоть одного человека Назовите, который придерживается такой позиции, ребят Ну, серьезно Ну, вот вы серьезно, да? Вот вы хотите называть сайентистами таких людей? А таких людей нет Да, генетичный гетеринский Вы, в принципе, сайентист, по моим меркам Ну, как они говорят, слабый сайентист Сильных сайентистов их просто не существует Понимаете? В чем большая проблема их рассуждения Они рассуждают сейчас о людях, которых просто нет И относительно вот этих вот мудаков Людей вот с такой странной позицией Определяются антисайентисты неожиданно Ведь, да? О, Господи! Ведь антисайентисты не против доминирования науки во всеобщем дискурсе, наверное? Нет Антисайентисты это не какие-то религиозные фанатики Которые за то, чтобы Ну, науки вообще не было А была бы, например, ну просто религия какая-то Да, там, исламская религия, христианская религия Есть и такие антисайентисты Это не то, чтобы люди, которые критикуют научную методологию антисайентисты Нет, нет, не то, чтобы люди, которые говорят, что Блядь, мы создали ядерные, блядь, бомбы Которыми можно расхуярить целые города И в мгновение оку убить миллионы человек, да? Это не то, чтобы вот эти вот люди Антисайентисты это те люди, которые, типа, критикуют сайентистов, которых нет Блин, да? Какая незадача Все два часа стрима этих молодых людей построены на обмане Представляете себе? Они придумали себе искусственную позицию сайентизма Понимаете? Лишь бы не примазаться вот к такому, типа, мейнстриму Да, сайентисты, вот эти вот, да Вот эти вот фанатики научные А, ну вот эти вот, ну вот эти вот, да? Вот эти вот, которые там думают, что наука это абсолют Вот эти вот, да, чуваки, которых не существует на самом деле, блядь Которых вообще нет, но вот эти вот, ребята Не-не-не-не-не, я не с ними, я не с ними Я вот с этими хорошими чуваками, которые любят и уважают науку Я вот за этими чуваками Чисто логическая ошибка пугала Причем они направили это пугало против самих сайентистов Знаете почему? Чтобы не быть сайентистами Потому что слово сайентизм им не нравится Людям не нравится, когда их обозначают какой-то позицией Вот потому что они такие, типа, скептики, блядь Они скептики, они за науку Они, блядь, за научный метод Они за научные исследования Они скептики, блядь Уууу Но хуйня полная Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok